привет зритель если ты хочешь поддержать мой канал не только лайком или подпиской то можешь стать моим спонсором кнопка есть на канале а также под этим видео а еще и ссылка в инфобоксе под этим видео если у тебя вдруг не работает кнопка тогда ты сможешь чуть чаще смотреть видеоролики типа асмр как вот этот вот ну и еще получишь кучу всяких ништяков а теперь шош лови свою мурашку что же в моем рюкзачке я хотела снять по просьбе трудящихся что мои сумочки 2020 но я сейчас хожу или с пакетиком или сумочка типа пакетика или еще с рюкзачком чаще еще с рюкзачком он большой я пыталась отъехать или отодвинуть камеру или повыше поставить штатив то бишь вытянут его чтобы влез рюкзачок но он такой большой что не влезает хоть ты тресни но если тебе интересно зритель как же выиграть рюкзачок я его сфоткаю и скину на страницу сообщества youtube или в инстаграм или еще куда или ты можешь присоединиться ко мне в телеграм-канале и я туда тоже выложу водку рюкзачок я покупала что-то около 600 рублей может чуть больше может чуть меньше честно не помню в спортмастере год с лишним назад ярославль его можно надеть на себя и застегнуть здесь два отделения больших и два боковых кармашка мало конечно я люблю много кармашков и что же у меня в кармашке слева 29 точнее 22 сентября двадцатого года сделанные то ли плюс влажные салфетки зеленый чай 20 штук код не хочет тихо сидеть поэтому очень громко прыгнул на кровать но ты прости его зритель он же все-таки код влажные салфетки то ли я периодически покупаю какие-нибудь салфетки и таскаю их с собой мало ли какая ситуация вытащилась сразу две салфетки пожалуй протру ими глазик одной вообще это тестовая в наушниках асмр я не ручаюсь за тишину диких звуков но я буду очень стараться две салфетки куда бы их сунуть ну положим пока вниз так же я всегда с собой таскаю как только этот рюкзачок появился ну вообще как бы он появился а второй штуки еще не было но сейчас я стараюсь таскать с собой и влажные салфетки и вот этот спрей от бак здрав тот что был у меня в обзоре от моего сотрудничества второго с этой фирмой он уже весь стерся но по нему можно постучать ногтями кармашек он с сеточкой и с резиночкой я думаю можно обратно убрать вот куда только это девать теперь второй кармашек стабильно занимает бутылочка с водой ой интересная бутылочка сувенир из великого устика мне привезла тетя в августе они ездили на машине с родственниками дед мороз великий устьюк пол литра питьевая вода высшей категории артезианская чечна не козированная сто процента чистая вода на самом деле сейчас здесь помесь воды из колодца из моей деревни Моисеевского и воды фильтрованной местной soy bucks pig 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 p убрали обратно Я очень извиняюсь за наглого и глупого кота, я с ним пыталась объясниться, чтобы он хотя бы полчасика побыл в тишине и покое, и хотя бы не тревел ковер, но пока что он его не дерет, поэтому особо громких звуков не должно быть. Удобные застежки, кстати, на резиночках. Вообще такую модель рюкзака мне посоветовал мой приятель, тот, с которым у меня общее хобби. Можно повесить, но когда он пустой, то это удобно его вешать, или когда он почти пустой, без тяжелой бутылочки, но все-таки на пол литра воды. Я его вешаю обычно в коридоре. И карманчик, вот поверх, так, сзади есть резиночки. Я, правда, не очень догоняю, для чего они, а мой приятель не знает. У меня есть расчесочка. Эту расчесочку мне подарила подписчица Аня в прошлом году, сделав на зоне заказ на мое имя. Хорошая, удобная деревянная расчесочка. Так, теперь ее закинуть, эту волосину. У меня есть тряпочка для протирания очков. Обычно я ее храню дома, но если куда-то еду, то беру с собой. Если не забуду, потому что иногда бывает, что очки нужно протереть. И лучше всего это сделать тряпочкой. Давненько ты зритель не видел меня без очков. Наслаждаясь. Я даже пыталась посмотреть тот первый ролик, что в моей сумочке 2016. Я там была таким. Ну, я пыталась сделать этот голос, ничего не выражающий. Но, видимо, мне надо пересмотреть много себя того периода. Это тряпочка для очков. Я ее покупала как раз в этом году, когда вот эти очки заказала. Правда, в другой унике. Где меня пытались разведить они в кино. Это уже другая история. Я всегда с собой дескала какой-нибудь бальзам. Вот сейчас это у меня Red Apple. Помруш, красное яблоко. Это фрошер или миска. Хрен знает какого. Коттон. Мне очень нравятся фрошерские бальзамчики. Ну и как бы, если я еду на велике. Обычно я рюкзак беру с собой, когда еду на велике. В крайнем случае в деревню. Но в деревню я еду на автобусе. Или на машине с родственниками туда или обратно. Либо в какую-то из них сторон. То как бы удобно улажнить губки. Но сейчас я не буду этого делать, так как на мне помада. Аж целых две штуки. Одна от Avon, другая от Vapery League. Обяз, подписчицы люди. Да, я верхнюю губу накрасила матовой, темно-красной помадой. Но такой ближе к мариновому от Avon. А нижнюю розовой помадой от Vapery League. Сделала вот так. И вуаля. У меня есть зеркальце. Кстати, надо на себя глянуть. Вам не кажется, что я очень миленькая. С этой прядью. Выпущенной. Вот тебе, зритель. Зеркало. Я его покупала на Avon. Вроде рублей за 200. Покупала специально для маленькой сумочки. Которую я тоже как-нибудь обозрю в СМР. Если тебе зайдет такой формат в наушниках, ну и я постараюсь как бы рукой не шарахаться о микрофон в следующий раз, то я обозрю эту сумочку вместе с этим зеркалом. Потому что оно изначально покупалось для маленькой сумочки. Но оно таскается пока что в рюкзачке. Еще я иногда с собой таскаю помаду. В принципе, ведь не во все места. Я ищу там, где нужно носить маску на лице. Да, к тому же как бы я у нас в России и вообще в стране и в мире не всегда был этот коронавирус. Знаю, на что он закончится. Ну и я иногда беру какую-нибудь помаду. Ту, которой я на данный момент пользуюсь. Чаще всего я сейчас пользуюсь вот этой помадой. помада от Эйвен, как раз она у меня на верхней губе. Ну и сейчас, в принципе, и на нижней тоже частично. Это Эйвен матовая помада. Питер. Питерный Эппл. Сделана в Польше. Матовый флакончик. Как я уже говорила, это подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Ну, соответственно, под неё нужно зеркало. Если брать только один бальзам для губ, то зеркало не обязательно. Можно воспользоваться, допустим, телефоном. Кстати, телефон. Я забыла положить его в рюкзачок, но как бы я таскаю с собой телефон. Сейчас у меня это вот такой телефон. Это Huawei Honor 9A. Я его отдельно обозревала в стриме, посвящённом этому телефону. Воскресная Лёлька. Обзор телефона Honor 9A. Моего нового телефона. Если интересно, то можете посмотреть этот стрим. Он находится в плейлисте. Воскресная Лёлька. Если вдруг какие-то странные звуки были, то это мои соседи, видимо, выпрыгнули на балкон. Так как они живут надо мной, и балкон их тоже надо мной. Но они как бы у меня довольно шумные иногда соседи. То, в принципе, возможно, было это слышно. По крайней мере, мне было слышно. Не знаю, как мой микрофон ловил или нет. Здесь магнитный, кстати. Очень удобно. Камера. Тройная. Фонарик. Отпечаток пальца. Либо можно, допустим, оплатить телефоном. Но так как Сбербанк купил Яндекс.Деньги. То уже оплатить не получается. У меня не получилось. Хотя я специально делала виртуальную карту. И следовала всеми друкциями на денег. Виртуальная виза от Сбербанка тоже как-то не сложилась с оплатой. Есть еще кошелек от Huawei. Но я пока с ним еще не разбиралась. У меня все-таки мечта научиться платить. Или чтобы он функционировал. Какая-нибудь карта функционировала с этим Huawei. Через... Сейчас я узнаю, как эта штука называется. Все время забываю. NFC. И да, у меня Оксана просила обзор. Что в моем телефоне я обязательно сделаю ролик. Если хотите, то в роли АСМР. Но я думаю, что, наверное... Я не помню, Оксана по АСМР или нет. Наверное, лучше сделать просто на видео. Благодаря такому чехольчику магнитному можно удобно... Как бы фотографировать, да. Соответственно, держать его тоже очень удобно. И, конечно, вы можете сказать, что лучше без чехольчика. Можно было силиконовый чехольчик. Там этот... Бампер, как он называется теперь. Тут тоже, кстати, есть стекло. Это для тех, кто только не смотрел этот обзор. Или просто поздри. Вы что-то приходите чисто поспать. Краткий такой обзорчик. В общем, удобный такой чехольчик. Удобно держать. И мне хотелось именно книжечкой чехольчика. И хороший, удобный телефон. Правда, он тяжеловат. У моей подруги Маши тоже Huawei. Она покупала его три года назад с лишним. Он работает до сих пор как новенький. Но он у нее где-то сантиметра на 2 или 3 поменьше. И полегче. Пусть у меня обычно телефон лишит. Вот в этом кармашке. Вместе с зеркалом, расческой, помадой, кигиеничкой, салветочкой для протирания очков. А еще у меня там периодически болтаются две ампулы внезапно. В этот раз махния сульфата. 250 миллиграмм дробь 5 миллилитров до 5-го, 20-го, до мая 22-го года. 2022-го. И сделана у нас 14 апреля этого года. Ампулка. Я раньше где-то с 2011 года по определенным причинам расподяживала одну ампулку на пол-литра воды или на стакан воды. Как-то как. Ну и брала с собой. Был такой прикольный случай. Мы были на одном лицелете в Ярославле. И один из наших поэтов. Ну, в общем, он всегда надо мной подтрунивал. И на деле оказалось, ну, скажем так, не очень хороший человек. Потому что даже однажды украшал мне в магазине совершенно без причины. Ну, и я думаю, что он тоже был организатором этой ситуации в 2010 году. Я должна была прийти после. Утром я должна была ехать на сессию, на какой-то сам зачет в Ярославле. Я тогда еще училась на культурологии. На предпоследнем... Даже нет, наверное... В общем, на каком-то курсе в 2012-м я закончила. В общем, не будем сейчас добраться на подробности, на какой курсе. Если хотите, можете посчитать. Я в 2006-м туда поступила, в 2012-м закончила. Шесть лет я училась. И в феврале я должна была ехать в Ярославле. Я вышла с авто, с маршрутки. Меня подкараулили несколько человек, трое парней. И как бы внезапно камера у Налоговой не включилась в понедельник. Это кажется, в понедельник был, короче, не судь важно, аж какой день недели. Потому что это уже было лет десять назад. Уже ровно, практически десять лет назад с гостиком меня подкараулило несколько парней. И сначала потянули со собой. У меня была такая большая сумка под лакированную кожу. Туда влезал, допустим, альбомный лист, даже формата А3 лист. Я с собой, ну, как бы с ней ехала. У меня там несколько минут было до автобуса. У меня даже был билет на этот автобус. И я хотела пройти по уголочку, как бы срезать угол. Как удобно обычно ходить рядом с Ратукой. Это дело было. Такое вот здание там. Я не помню, что это здание. Но оно вроде как бы накорочено перекресткой. Напротив, как раз, пожарная часть. И я там собиралась уже, как бы, идти на автобус. Эти парни меня потащили на себя. Это было семь с лишним утра. Около семи утра. Я им сказала, что как бы тороплюсь на автобус. Мне нужно ехать на сессию. Что вы от меня хотите? Они мне ничего не сказали конкретно. И один из них просто, один меня держал за руку. Другой преграждал путь. А третий, в общем, просто ударил меня в лицо. Ну, так ударил, что я упала и ударилась головой. А стену дома, который сзади меня был, где-то в полутора метрах. И упала. Ну, мимо шел человек. А вы знаете, это очень нормально, когда ты лежишь. Кстати, от меня давно ходили болталку. Если вас вдруг разочарует тема, то прости, пожалуйста. Но что-то я вдруг вспомнила. Возможно, это звено с тем, что от меня на стихах рудут. Точнее, на брусеру совершенно как бы по-хейтерски отнеслись к одному нашему с Машей произведению. И, притянув за уши одно слово, приделали его к каким-то местам, к русскому мату. Хотя как бы там вообще матом и не пахло. И даже намеком. Это вспомнилось, наверное, вот из этой темы. Привет тебе, хейтеры. Если ты вдруг это увидишь. Я потому что подозреваю, что это стопутово кто-то из ютуб-зрителей. Иначе, ну, как бы, вот мне одна подруга сказала, знаешь, это произведение в 2013 году вообще было написано и опубликовано. Впервые на этом сайте, везде как бы в интернете. И так, кстати, если бы там был мат, наша бы работа на семинар вообще бы даже не прошла. Мы подавались подругой на семинар. Конечно, в шорт-лить мы тогда не попали. Но все равно она как бы попала в список участников. И моя подруга сказала, что как будто специально искали именно это произведение, чтобы придраться. Так, суть такая, что через меня прошел мужчина, еще какая-то женщина, видя, что девчонка лежит с окровавленным лицом. И вот для Углича, это, знаете, это нормально. И когда вдруг вам говорят, что Углич это очень тихий мирный город, то это полная такая лажа. Это город Кнайник, город, не знаю как. Конечно, есть тут положительные люди. Я думаю, что, я надеюсь, что их процентов 30 из всего населения. Но это не очень-таки хорошие люди. Милиция мне тогда сказала. Я вызвала милицию. Мне в милиции тогда сказали. Как бы я позвонила родине, сказала, что я вот такая ситуация решу. И мне даже как бы тяжело встать. У меня кружится голова. Я не очень соображаю и плохо вижу. У меня тогда была другая права, да, которую следили стабильно, предлагали сменить. Она была немножко покривлена. И это было, кстати, видно. Покривлена она была исключительно из-за того случая. И даже на стекле был маленький скол. Тоже именно из-за того случая. Ну, как бы из меня я обратилась в милицию. Меня милиция забрала. И дальше служить его человек с окровавым лицом. Я как бы уже это говорила, что у меня инвалидность, да. У меня черепно-мозговая травма была. Из-за ДТП, из-за чего у меня случилось. Из-за тречно-височной кости образовалась эпилепсия пост-драматическая. Ну, каждый, конечно, думает в меру своей испорченности. Многие люди при слове эпилепсия почему-то представляют себе нурда и черти-чего. У меня это вполне созданные обраки происходят. Но суть такая, что как бы... У меня с собой было удостоверение, это инвалидская и паспорт. И мне девушка в полиции всячески пыталась меня уверить, что мне показалось, что я сама напала на троих мужиков. И, соответственно, не меня избили, не меня ранили, а я. И мы пошли тогда, как бы приехали мои родственники, мы пошли на экспертизу медицинскую. И внезапно в конце этого дня должны были анализ прислать в милицию, но анализ внезапно потерялся. Ну, как бы, если у вас хорошие родственники, у меня отличные родственники. Та ситуация была очень интересная такая. Как бы анализ потерялся, дело закрыли. Анализ потом нашли. Анализ нашли, значит, дело снова как бы возобновили. Ну, мне сказали по моим текстам, что ты в очках. И даже если ты опознаешь на улице этих троих людей и ткнешь на них пальцем, и у тебя будут свидетели или еще что-то, то мы все равно не будем этим делом заниматься, потому что ты не видишь. Ну, якобы, не вижу, допустим, с трех метров в лицо человека. Ну, вот я смотрю сейчас на себя в камеру, я примерно себя вижу тут на расстоянии вытянутой руки. В общем, так у нас работает полиция. Это было 10 лет назад. Я к чему веду? У нас в этот день должно было состояться литературное собрание. Я тогда была в активе ЛИТО. Новое литобъединение, которому было на тот момент год. Хотя на самом деле это все та же литкастина, которую организовал совершенно другой человек. Краевед Углический. Если интересно, почитайте мой кусок, в общем, кусок моего диплома, он есть на архивах Орг, либо ту его литературную часть, которая есть на той же стихах РУНО, короче, на читальне она точно есть, кусок из диплома, что там про литературную среду города. Потому что диплом сам был на тему социокультуры Углический за последние сто там с чем-то лет. И как бы я, соответственно, не явилась, если ты не являешься на собрании, то тебя не переизбирают. Я не явилась, потому что у меня было лицо заплывшее, у меня был дикий венгал. Я не видела одним глазом, а вторым практически не могла открыть. У меня очень болела голова. Ну, сотрясения, конечно, не было, но это все было. У меня еще рука была слегка ранена, ушиб. И это было как бы не тот вариант, когда ты можешь прийти на собрание и сказать, знаете, я вот это пришла на переизбрание, типа, можете меня снова переизбрать. Вместо меня переизбрали девушку, которой я общалась. И сама суть, что люди, которым я доверяла, просто организовали вот эту хрень с этим нападением. Одна слила информацию, на какой маршрут, на сколько я поеду, на какой автобус поеду в Ярославль. Другая, где я буду выходить, и вообще вот эти все данные. То бишь, как бы меня избили, ну, с одной стороны, можно сказать, не избили, просто ждали в глаз, да, так шарахнули об стену, ударили. Чисто как вот это называется предупреждение. Я, конечно, когда это, мне еще и другие люди, которые это тоже знали, ну, как бы причастны к этой ситуации, мне в лицо сочувствовали. Это, знаете, это такая подлость и низость. Я, конечно, ушла потом из лито, причем уже официально второй раз. Но суть такая, что я начала с этого, да. Просто вот что-то я вспомнила эту тему, это по поводу канилых людей. Ладно, я уберу это обратно сейчас. Ну, так вот, если вам зайдет с микрофоном в наушниках СМР, просто дайте знать. Я надеюсь, вас не шокировали подобные подробности моей жизни. Я не знаю, можно ли назвать это личной жизнью, но... Если вы думаете, что среда литераторов – это такие белые пушистые люди. Это такое дно, по большей части. Так вот, спустя, как бы тело закрыли, спустя год мне приходится сообщение о том, что тело вроде как открыли. И где-то между этими делами, временами, мне надо было прийти. Мне сказали, что вы придете на опознание, а потом оказалось, что никакого опознания нет. Что как бы его провели без меня. Это как вообще. Я просто в Инстаграм еще такую картинку увидела. Я сейчас там в Москве раскрушаю. Картинка, значит, на Западе, как это делается на Западе. Мама говорит мальчику, с ногой, если что-то случится, то полицейский тебя защитит. У нас, значит, в России. Мама мальчику, ах ты, гаденыш, если ты, значит, будешь плохо себя вести, то тебя полицейский съест. Рядом стоит полицейский и вкивает. Я очень верю, надеюсь, что в других местах, мы приехали сейчас в том же Укличе с полицейскими в этом плане. Все нормально. Они как бы понимают, что у них работа защищать людей, а не пытаться наоборот что-то сделать. Не то. Да, кстати, здесь тоже, ну как бы, две смеечки. Вот здесь вообще двойная смеечка. Купо говоря, тут три смеечки, две резиночки. Ну, на каждой смеечке вот такая вот беревочка. Удобно быть. Я, конечно, хотела, чтобы внутри у рюкзачка было еще какое-то отделение, но на самом деле там только одно большое. В каком-то плане не очень удобно. Но у меня тут есть. Я стараюсь с собой брать какой-нибудь пакет, потому что, допустим, если я еду в Выдрый дом, мне в любом случае нужно какой-то пакетик. Я беру обычно две полутора литровых бутылки молока. В одно молоко, в другое уже то, что скоро станет так вашей творог. Но иногда еще что-то бывает. Сейчас у меня здесь пакет из магнита. А вообще, возможно, я просто давно не писала СМР. Ну, я честно пыталась как-то, да, дикий голос или шепот. Ну, наверное, у меня сейчас шепот. Да, и люди, если с вами случалось нечто подобное, мне надеюсь, что нет все-таки. Но если вдруг, можете поделиться со мной в комментах. Либо написать в личные сообщения, там, на мейл или еще куда-то. Но это совершенно не обязательно, чисто по желанию. И не надо думать, что я давлю на жалость тем, что он про себя рассказал. Скажем так, я вам доверила. В какой-то часе теперь, возможно, я про это говорила в каких-то стримах или еще где-то в роликах. Потому что вполне возможно, что это упоминалось. Но именно в тот период, в 2010 году, в феврале, я перестала общаться резко с несколькими людьми. Кое-кто заложил кое-кого другого. Конечно, у меня все это в записи не было. Никаких прямых доказательств я не имею. Но я, в принципе, на это забила. Потому что это тупо, сплошная нервотрепка была. Ну, там, это тоже опознание. Типа, да, вот это. Людей попросили, они сделали. Я не знаю, за сколько это все обошлось. То есть, сколько вообще, какова моя цена в этой ситуации. То ли этим людям заплатили, то ли им просто сказали, вы знаете, Лёля, вот это вот такая Лёля. Ну, мало ли. Некоторые меня называли невменяемый журналист. При этом, когда я была внештатником в углической газете и еще в одной там пары раз, ну, может, несколько статей меня обсчетали, в итоге они потом объединились в одну углическую газету, скажем так, поглотила угличанин. Ну, суть такая, что люди давали мне информацию. Я должна была, допустим, писать статью про какой-то рок-концерт. Люди знали, что я буду у них брать интервью либо информацию. И заранее, по большей части, давали мне ложную информацию. Проверить ее как бы не было возможности. Это все прям... Ну, в принципе, в тот же день нужно было, допустим, сдать статью. Конечно, возможно, моя вина, что я не проверяла информацию, ну, где ее взять. С другой стороны, меня редактировал человек, который как бы являлся на тот момент, не знаю, как сейчас, редактором, там как бы главный редактор, но еще тот, кто есть корректор и редактор, и меня редактировала там, с которой мы были в одной тусовке, в то самое литобъединение. И люди даже не догадывались, я не знаю, чем вообще эти люди, кто меня так обозвал. Даже некоторые водкали из-под тишка вконтакте, есть фотография, я там в розовом прикидя. И подпись такая, причем мне как бы обычно же это скидывалось ссылкой, мне скинули эту ссылку на эту водку год-два спустя. Подпись под водкой, невменяемый журналист, причем человек, который мне в лицо лепезил, говорил, что я работал с своей сестрой, с одной, ну, мне много сидер, что типа ты должна быть со мной как с друзьями и т.д. и т.п. В общем, в лицо говорил мне одно, а вот за глаза вконтакте в том, что написал другое. Мне как бы было это немножко шоком, потому что я всегда дружески отношусь с людям, как бы доброжелательный человек, когда подобное узнаешь, впадаешь в афиг. На тот момент меня еще окружала неправильная реальность и постоянные такие вот предательства и подставы. Я надеюсь, что мало, в общем, я надеюсь, что у вас такого не случится в жизни. Если вдруг случилось, то искренне сочувствую и надеюсь, что этого можно как-то избежать, либо оно закончится, вдруг утрас ушло. Может быть, поэтому я как бы стараюсь сейчас не ходить на какие-то тусовки, даже когда меня куда-то зовут. Если это раньше мне нравилось и вызывало удовольствие, то сейчас у меня даже какое-то отторжение идет от подобных всяких тусовок. На одном мероприятии мне специально давали ложную информацию, зная, как это все будет выглядеть, короче, чтобы выставить меня вот в таком каком-то неправильном свете. Эту информацию редактировал другой человек, думая, что это будет круто выглядеть. Таким макаром я писала статью про Глеба, мое знакомство с Глебом Альцевым, я не помню, как она называется, но черновик статьи, до того, как ее отридачили и напечатали в углической газете, есть на девалетнике где-то еще, возможно, даже на прозе роли, на стихах округ, где-то в стихах, на литературных сайтах, но у меня в текстовом файле. И человек, не знаю, как правильно печатается, как правильно называется, решил блеснуть, решила блеснуть умом. Знаете, если мозга нет, ну, как говорят, молчи за умного садюши, вот тот самый случай, молчи, лучше бы она промолчала, она отредактировала текст, на меня подсыпались шишки, как бы, хотя изначально текст был другой, я вот это вообще не понимаю, то ли человек не со зла и думал, что лучше так будет, такая вот профессиональная журналист работает, черти сколько в газете, да, то ли просто мелкая такая завистливая пакость, то ли и то и другое. Причем под той фоткой обсуждение шло такое, что вот один, может, возможно, в шутку, типа невменяемый журналист, что я вот такая, там ничего не знаю, мы над тобой смеемся, мы над ней смеемся и все такое. А другой человек, с которым я долгое время была, тоже в одной компании очень узло, вот так вот. И я знаю, что некоторые из них меня до сих пор периодически смотрят, ребята, будьте добрее, правда, потому что как бы все возвращают. Может, конечно, тем ребятам и этой компании никто в физиономию кулаками бить не будет и очки ломать тоже не будет. Мне как бы и они сломались тогда, эти очки мне, я приходила в оптику, там работала тогда еще бабушкина знакомая, эта оптика уже не существует, она, оказывается, закрыта года два или три назад. Считалась как бы государственная оптика на, ну, в районе солнечного, и я, чтобы как бы не впадать в шок, там, это, скрыть вот эту ситуацию, я просто сказала, что я неудачно упала, и поэтому они сломались. Но как бы они сломались не потому, что неудачно упала, а потому что мне помогли головой об стену шарахнуться. Кстати, человек, что выложил водку с невменяемым журналистом и подписывал вот это вот, назвал меня невменяемым журналистом как раз, работал в здании напротив, где внезапно была не включена камера слежения. Именно в тот день, именно в то время. Ну, знаете, куча совершенно таких случайных совпадений. Пакетик. Перчатка. Все-таки лучшие велоперчатки были куплены 4 года назад мной, еще с Ленкой Снегиревой, я тогда была, и Настей Лукьяновой в Ауре, в Спортмастере. Эти неплохие, но они довольно быстро растянулись, пошли в зацепках все. Конечно, их можно постирать, они, наверное, будут чище. Эти веревочки, было написано, что их можно снять, нифига их нельзя снять, они пришиты, очень бесполезные на самом деле, потому что мне за них неудобно снимать. Ну, и смотрите, она уже настолько, может быть, конечно, моя рука похудела, ибо я сама немного похудела, но или они растянулись, они мне стали слегка велики. Еще перчатки. Это те, которые я тогда купила. Я думаю, не обязательно одевать на обе руки такую перчатку. Я просто их покажу. В общем, обычно я таскаю с собой вот эти перчатки, но как бы, если я куда-то еду с рюкзаком, то я в них уже выхожу. Но бывают моменты, что надо их снять, и, соответственно, я их убираю в рюкзачок. Хотя я тут ездила в садной велике, ездила именно в теплых перчатках. У меня есть маска. Самопальная. Сейчас без нее, к сожалению, никуда. Ну, в том плане, если нужно заходить в какой-нибудь магазин. У нас в Тверском такая забавная надпись висит. Вот я бы ее сфоткала, но что-то тогда было темно, и я как-то просто почитала. Суть такая, что вы можете думать о коронавирусе все, что угодно. Возможно, наши с вами мысли одинаковые, но все-таки оденьте, пожалуйста, маску, потому что платить за штраф, платить штраф вам. Ну, в смысле нам, продавцам, а не вам. И будьте здоровы. Даже магазины, которые в начале еще года забивали на эти маски, внезапно эти маски одели. Надели. Ну, ладно, одели на себя. Или надели на себя, можете меня поправить. В итоге я ее нацепила на себя. И тут у меня было как бы широко. Сейчас она реально, видимо, растянулась, потому что, ну, сюда еще пару минут влезет. Еще я с собой беру какой-нибудь запливчик, носовой платочек. Но что-то у меня очень такой напряг с носовыми платочками. Если хотите сделать мне приятное, но вам религия запрещает сжать на кнопку, стать моим спонсором. Можете просто подарить мне носовой платочек. Я буду очень рада. Поэтому у меня с собой нет платочка, салфеточка. Она видавшая виды. На нее пролилась, по-моему, какая-то краска, типа куаши белой. Поэтому она никогда еще не отстирывается. Платочек. А еще как же без красного-то кошелька, кожного красного кошелька, купленного где-то в этот период времени, ну, где-то в конце или в середине октября 2014 года. Он все еще жив. Астра. Со стразиком. Он, конечно, слегка потемнел. Тут куча простотуевая всяких этих самых карту. Он такой уж беременный. Просто в нем много всякой мелочи. Берем обратно сюда. Платочек. Петчатки. Маска. Пакетик. Да, вот тут такие вот резиночки. Это чтобы застегнулось на груди. А это чтобы застегнулось на животе. Но мой глупый кот вот эту вот вообще покрыс. Нас трещинкой. Но все равно функционирует пока что. Это вроде еще не крылья. Это он тоже пытался крылья, но не так фатально. Вот такой вот рюкзачок у меня. Очень удобный. Ну и удобно что-то тяжелое на спину потрусить. И с ним как бы едешь, ничего нигде не шмет. И все хорошо. Но, конечно, не супер тяжелое. Потому что я иногда боюсь, что лямочки у него не выдержат. Но хотя они сделаны очень хорошо, эти лямочки. И спине тепло, особенно когда холодно. И даже в куртке иногда можно одеть легкую куртку. Если под рюкзаком, то спине будет не холодно. Но, кстати, в нем и не жарко. Хотя бывает, если одеваешь какую-нибудь кофту, а у нас синтетическое и рюкзак сзади, и это лето, то бывает, что шар капот по спине струится. Наверное, все-таки надо было мне присмотреть хоть даже тот обзор сумочки какого-то, там, 2018-го, что ли, года не АСМР, абзор сумочки, вариант 2. Потому что я не помню, как заканчивало. Я изеваю. Я очень старалась не касаться микрофона, но все-таки я его касалась несколько раз. Смотрю, как буду монтировать. И если что, попробую, может, это когда вырезать, ну, сгладить, ну, и вообще-то, надеюсь, что все-таки не совсем комом, но в каком-то плане первый, блин, потому что рюкзачки я еще вроде не обозревала. И эти важные салфетки, ну, что вот с ними девать? Делать, куда их девать? Так, сзади я тут поизвращалась над лаком. Сначала хотела оставить, что один темный, другой розовый, но светлые, значит, лаки. А потом решила, что можно поверх еще каким-нибудь лаком всякнуть. Я, конечно, не дизайнер ногтей или еще что-то. Но что-то мне так захотелось. Так что можете поплеваться в каменты. Типа, Лёля, какой ужас. Лёля, какой ужас. Ну, а еще я все-таки надеюсь, что вы словили свои мурашки и вас действительно не отпугнула, не отпугнула моя история от уснуть. I went to sleep. И, может быть, местами субборда, может, я что-то забыл сказать. Ну, или если вас просто внезапно вдруг, ну, мало ли кто из вас какой визуальный извращенец, у кого какие любительские темы, вдруг заинтересовала вот эта ситуация или еще что-то. Можете дать в камень так знать. Может, я что-нибудь это пересмотрю вот это все. И, может, что-то такое заваяет. Но, в принципе, в моей жизни таких вот конкретных моментов суровых было несколько всего лишь. Когда от каких-то, в принципе, те люди были из определенной компании. Это все вот одна большая такая клака. Я видела самое интересное. Спустя пару дней этих людей, как я шла в магазин, они на другой стороне улицы, еще на механке. Один из них тыкал меня пальцем, был в компании, моей очень-очень бывшей компании. И орал, ну, скажем так, матом, плюс мое имя, что это, да, вот девушка, которую мы на днях по вашей просьбе избили. Прикольно, да. Вот я когда говорила на, как бы, опознании ложным людям, вот это вот, мне тогда и сказали, что ты, как бы, очкарик видеть не можешь. Соответственно, опознать никого не в состоянии. Но предводитель той компании мне в свое время очень попортил жизнь. Если интересно, есть такой рассказ у меня «Искусство дювелира». Если интересно, чисто почитать, дайте знать в каменты, там или в личное сообщение, или еще куда-то, я могу скинуть просто. Если на e-mail, то могу скинуть файл текстовый. Кстати, тут у меня пару раз у компьютера что-то щелкнуло. Возможно, это было слышно. Ну, в районе компьютера, там, рабочий стол. Может быть, от того, что сейчас балкон открыть, там, что-нибудь, где-нибудь рассохлость. Хотя у меня была одна подружка, она считала, что это альтер-эко какого-нибудь человека, на данный момент того, которого я сейчас вспоминаю, скажем так. Или на тот момент того, с кем, ну, по ее меркам, это был альтер-эко человека, с которым я близко, дружески общаюсь. Ну, близко, дружески общаюсь я только с одним человеком. В плане противоположном, ну, противоположной полосе рассматривать такой вариант. И, что бы еще-то сказать. Наверное, надо почаще писать СМР. Я вот сегодня в ванной, когда чистила кошачий туалет, подумала, что, наверное, и правда надо почаще писать СМР. Ну, конечно, может, ни раз в неделю, потому что у меня довольно много всяких других дел, планов. В плане самого Ютуба, в плане роликов. Еще три монтажа на неудачную покупку блендера стационарного, а потом на удачную покупку погружного блендера. И уже тот ролик, который я обещала, может, еще несколько дней назад смонтировать, из-за которого не стала проводить в прошлое воскресенье стрим, потому что, как бы, монтажа много, и мозги включены. Ну, стрим, по сути, это бесполезная трата времени лично моего, потому что я никакого отдачи, по большей части, от стрима или общения со зрителями не имею, не вижу. Одни и те же вопросы от некоторых людей, темы, которые я не хочу поднимать, либо они уже закрыты, но все равно они поднимаются, хочешь, не хочешь, и некоторым новым зрителям лучше ответить. Да-да, я знаю, что можно игнорировать. И как бы лучше, допустим, это время потратить на монтаж. Но иногда все-таки мне хочется, бывают моменты, что не потому, что какая-то тема, у меня нет каких-то особых тем для стримов, не идет ничего в голову. Но бывает такой момент, что есть или посмотреть какое-нибудь аниме, или пообщаться со зрителями. Я выбираю пообщаться со зрителями. Вот в этот момент я как раз думала, что буду монтировать, но как-то не получилось. Сегодня я даже не планировала АСМР такой писать. И думала, что АСМР в ближайшее время запишу, в лучшем случае на следующей неделе. Но у меня, как обычно, надо откладываться, 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 когда писала пост на стене по поводу АСМР, после какого-то камента, не в тему кролику, а когда, типа АСМР. Искала последний АСМР, оказалось, что это было вообще где-то в конце мая. Ну и вот думаю, что может действительно надо делать их все-таки почаще, побольше просмотров будет. Хотя иногда пишешь АСМР или какой-то ролик, который, по идее, как бы ждут, выкладываешь и внезапно полтора землекопа. И в каментах никого. Но все-таки я надеюсь, что вы словили мурашку. А если не словили, то вот оно. Берите. И АСМР Доброй ночи. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok